итак добрый день сегодня мы с вами поговорим о стадии в рэвити как можно отсортировать стадии и проекта и объекта в рэвити поговорим где они располагаются и так далее если вам нравятся мои видео уроки не забывайте подписываться спасибо так вот я на данный момент работаю в 21 версии рэвита скоро перейдем на двадцать вторую версию можете увидеть что здесь у меня уже есть наработки по дизайн интерьера в рэвити часть 2 первая часть у нас уже была доступна и вышла не так давно и имела очень большой успех почему именно про стадии видео очень много желающих захотела узнать вообще как работают стадии где они настраиваются как активировать отображение и так далее погнали на данный момент вы можете работать абсолютно в любом шаблоне можете в адска шаблоне работать можете в своем шаблоне можете работать стандартном шаблоне рэвита ни на что это не влияет все равно настройки все одни и те же то что касается версии программных продуктов версии у нас сильно не влияют на функционал самой программы но если где-то что-то будет отличаться я обычно рассказываю но вы знаете все как вы любите итак на данный момент я создам новый проект пускай у меня он будет шаблон мой любимый архитектурные с ними привык работать вы знаете архитектурный шаблон сейчас у меня прогрузится итак где вообще можем наблюдать стадии нашего элемента и как вообще можно посмотреть я буду показывать это на примере ну любого элемента который могу построить и также хочу показать о том что в панели свойств по умолчанию она у вас должна активно быть в проекте но самая удобная на самом деле вкладка напоминаю где она располагается вкладка вид интерфейс пользователя панель свойства так вот поставьте галочку тех у кого ее нет панели свойств когда у вас ничего не выделено по проекту мы внизу можем увидеть и фильтр по стадиям и сами стадии проекта это относится к проекту либо к отображению которое у нас на данный момент на плане первого этажа либо уровень 1 мы располагаемся каждый план можно настроить в отдельности так вот помимо настроек стадии самого проекта есть настройка стадии самого объекта давайте я покажу на примере той же самой колонны любая колонна пускай архитектурными будет я поставлю несколько колонн на плане получается первого этажа 1 колонна 2 колонна 3 4 ну и давайте несколько стен поставлю чтобы были тена опять же архитектурная раз найти отодвину немножко зажатой клавиши control я копирую элементы зажатая клавиши control и левые клавиши мыши и включу уровень детализации на высокий и так на данный момент у нас с вами представлены стены которые идут от уровня давайте я поставлю чтобы они все доходили до плана моего второго этажа и стены и колонны присоединена к уровню 2 я просто дальнейшем хочу еще и видеть материал уровень 2 так вот при подсветке нашего элемента мы можем увидеть к какой стадии относится наш элемент где располагается основные вообще настройки по стадиям и в чем их полезная функция ну во первых вы можете настроить таким образом что у вас будет существующие стены окрашиваться в один цвет вновь возводимые в другой цвет снесенные стены по третьему цвету и уже сделать отдельные планы либо совмещенные с отображением всех необходимых элементов стены перегородки может быть мебель да что угодно на самом деле вы можете отфильтровать по стадиям и также активировать покажу в планах этажей где располагается если хотите вы видите видеть именно различные стадии элемента а не переключать их каждом отдельном отображении так где же у нас находится всячески возможные фильтры и настройки по стадиям на самом деле коротко о стадиях я уже говорил в первом уроке про дизайн интерьера там где мебель не нужно было отображать на отдельной стадии на отдельных планах этажей сейчас расскажу более подробно ролик останется вот здесь так вот мы перейдем с вами во вкладку управления нам необходима функция стадии по умолчанию у нас с вами есть три основные вкладки первое это стадии которая относится к самому проекту и мы в дальнейшем можем их еще и переопределять коротко покажу первая вкладка существующей новой конструкции вы также увидите это же настройку в панели свойств где мы с вами можем стадия выбрать либо новые конструкции либо существующие вернусь назад фильтры стадии фильтры стадии необходимы для отображения элементов на тех или иных стадиях нашего проекта предположим чтобы необходимо были отображение только стен существующих и возводимых но стены временные и демонтированные не отображались мы сейчас с вами это настроим переопределение графики необходимо для графического представления элементов как они будут отображаться у нас по итогу на нашем плане графически проекция поверхности нам необходимо для фасадов и также можно их использовать для трехмерной проекции я покажу на примере сечения нужны для планов и настроек наших разрезов то есть настраивая элементы сечения будет меняться цвет и штриховка материала на разрезах планы относятся к разрезам материал я могу задавать собственноручно но об этом я покажу итак для начала существующие у нас будет отображаться пускай останется серым цветом а вот штриховку мы с вами переопределим она она станет видимой серого цвета так и останется и пускай будет диагональ можно использовать штриховку по материалам никто вам это не запрещает делать сейчас только грубо говоря вводная часть на примере окей следующие снесенные но обычно снесенные отображаются красным цветом те которые сносятся возводимые синим на многих чертежах вы это могли уже наблюдать вес линии оставлю трое третьем цвет красный и пускай также будет сплошная линия не забывайте штриховку тоже настроить видимое цвет тоже красный образец диагональ созданы наши элементы я также выберу вес 3 да не по госту но это нужно чисто для графического отображения если по госту для масштаба чертежа 1 к 100 миллиметрам я бы использовал а маркировку пятую 0 5 миллиметров цвет буду задействовать синий штриховку точно также задействую диагональ и цвет ее тоже задействую синий окей временные временные у меня будет зеленого цвета также сплошная линия и штриховка тоже будет зеленая и также будет диагональ мы с вами настроили но сейчас для нормальной работы мы с вами во первых настроим фильтры фильтры чтобы для понимания общего процесса как все это настраивается мы с вами удалим все оставим только первое единственное удалить просто нельзя программа не создает проект без какого-либо фильтра иначе у вас никакой элемент не отобразится стадии существующие и новая конструкция стадии можно переименовывать можно ну вот я нажал левые клавиши переименовать могу либо могу создавать новые до либо после стадии это грубо говоря очень грубо говоря приоритеты для отображения на планах наш пускай у меня будет существующая и не новая конструкция а пускай будет существующая оставлю пускай у меня будет стадия ну пускай новая конструкция так и оставим либо монтаж демонтаж можно задействовать монтаж после нее будет демонтаж и на данный момент оставлю три вот этих стадии основные здесь стадии можно будет создавать собственноручно такую какую вы захотите и так фильтр я создам новый оставлю его обозначение фильтр один по умолчанию пускай он так и будет и посмотрю функция переопределения означает о том что у нас из переопределения видимости и графики проект будет цеплять отображение то которое мы с вами настроили и штриховки либо поверхности и штриховки разреза автоматом сразу же если для объекта будет присвоена та или иная стадия и так чтобы отобразились все наши элементы и на панели создания мы с вами должны и созданные поставить переопределено чтобы у нас вот эти созданные наши элементы отображались в проекте так как они должны быть применить пока достаточно обращаю внимание то что в панели свойств у меня теперь во первых фильтр по стадии показать все на данный момент стадия монтаж у элемента у меня тоже появилась стадия монтажа на так как я их сейчас возводил и программа их распределила у вас возможно будут другие на данном этапе после того как вы распределили фильтры и стадии необходимо чтобы стадии элементов соответствовали стадии нашего проекта грубо говоря это вида что мы для начала сделаем фильтр поставим вместо показать все включим наш первый фильтр мы увидим то что все стены уме окрасили синим цветом так как он воспринял что это все возводимые элементы на данный момент что я могу сделать теперь я могу только у одной стены поменять стадию чтобы она осталась как существующий либо я поступлю проще выделю все чтобы ничего не потерять и в стадии возведения поставлю существующие стены я вижу то что все они отобразили семья серым цветом на данном этапе я оставлю отображение существующей стенки серым цветом если возникает вопрос почему я не поменял в отображение моего проекта скажу если я здесь поставлю существующие нажму применить у меня стены окраситься все синим цветом они все возводятся то есть они якобы перебрасывает из возводимых в существующие нам этого не нужно мы с вами на период монтажа определяем что вот эта стенка будет существующей а все остальные будут монтироваться либо демонтироваться либо будут временными так вот смотрю следующую стенку что я здесь я должен увидеть во первых стадия возведения у нас это с вами возводимая стенка то есть вновь строящиеся поэтому я ее из существующих переобращаю в монтаж то есть она у меня сейчас монтируется отображается синим цветом дайте я перейду во вкладку вид еще отображение толстых линий чтобы можно было более ярко увидеть цвета следующая стенка у меня в отличие от предыдущей которая монтировалась отдельно от существующей то есть запоминаем ступеньку это грубо говоря градация приоритета следующая стена она у меня во первых будет находиться ну то есть как ходить она у меня будет отсутствовать на период уже моего монтажа поэтому что я должен сделать выбрать стадию сноса монтаж то есть до предыдущей версии если предыдущий у меня смотрите было еще раз пытаясь определить это сложно на самом деле для понимания серым существующий отображается окей синем отображается монтируемая стенка она монтируется уже после существующей поэтому здесь у меня стадия возведения монтаж отдельно а вот стадия сноса у меня осуществляется до монтажа поэтому я выбрал стадия возведения существующие а стадия сноса монтаж то есть она у меня до моего монтажа должна снестись временные стены у нас с вами монтируется на период нашего монтажа и демонтируется тогда же если я выбираю одинаковый приоритет программа считает то что это временная стенка что мы делаем далее теперь предположим что нам необходимо создать отдельно план по монтажу стен либо демонтажу что я сделаю на плане наших этажей уровень 1 давайте его сразу же переименую правой кнопкой мыши переименовать пускай это будет план первого этажа переименовать да скопирую данный вид копирование вида просто могу скопировать переименовать переименовываю вид монтаж что я делаю теперь запоминаем то что у нас серым существующие синим цветом монтируемые красным демонтируемые стены зеленым у нас отображаются временные стены на плане монтажа у нас с вами должны остаться существующие монтируемые но и могут некоторых случаях оставаться еще и временные стены чтобы настроить мне отображение грамотно мне необходимо создать новый фильтр я перехожу во вкладку управление стадии стадиях меня интересует фильтр стадий я могу наш первый фильтр уже переименовать общий вид создаю новый фильтр фильтр будет для плана монтажа монтаж я должен на нем видеть созданные я должен видеть существующие я не должен видеть снесенные стены не отображать для тех кто задается вопросом что означает по категории по категории значит то что контур стены не будет окрашен цветом он останется серым черным цвет у меня с должен снесенные стены не отображаться и не забываем проверить все категории на монтаже у нас с вами не создать и как раз таки нужно переопределить иначе стенка останется серого цвета у черного окей что я делаю теперь если я на плане моего этажа монтаж поменяю фильтр на монтаж меня соответственно останутся для отображения только те стены которые у меня соответствовали той категории которые мне были нужны если мне временная стенка не нужна я снова зайду в стадии и в стадии монтажа временные уберу вот они у нас исчезли что мы будем делать далее мы с вами настроим параметр отображения для поверхности потому что если сейчас при активных стадиях перейду на план площадка либо стройплощадка я увижу первоначальные настройки переопределения видимости графики для поверхности по соответствующим стадиям для этого я перейду во вкладку управления стадии и меня интересует вкладка переопределение графики что я сделаю снесенные я поставлю марку но пока буду использовать третью цвет опять же красный что соответствовал пускай будет сплошная линия созданные будут синие точно так же по аналогии что и ранее мы с вами произвели сплошная и временные будут зеленого цвета сплошная окей также эти стенки будут отображаться по цветам сейчас проверю временные зеленые должны быть вот таким вот образом если я перейду на трехмерный вид как у меня отображаются в зависимости от настроек моих стадий трехмерный вид я активирую фильтр и вижу как у меня отображаются все элементы но поверхности еще не настроены я перехожу во вкладку управления стадии переопределение видимости графики штриховка штриховка у нас будет опять же выбираться по цвету пускай красный цвет ой прошу прощения серый цвет для временных красный для снесенных ну и так далее я сейчас этого уже делать не буду что я делаю теперь я могу фильтры по стадиям переопределение графики активировать функцию полутона и могу увидеть то что линия уже представляет из себя не такой яркий вид какой был до активации по материалу существующие стенки пускай у меня будут отображаться как железобетон бетон железобетон но все остальные точно так же по аналогии я вижу то что стенка у меня бетонная снесенная будет у нас перегородкой в стадиях снесенная это будет кирпич предположим кирпич обычный включу реалистичный вид и и таким образом я могу настроить графическое отображение всех основных моих элементов теперь коротко рассмотрим все это на практике я запустил наш проектик с которым мы уже с вами работали на дизайне интерьера и этот домик вообще разрабатывали на плане первого этажа я сейчас быстренько ускорю временной промежуток я создам тот же самый фильтр и стадии чтобы можно было уже существующий проект перегнать я предполагаю что я хочу вот эту стенку снести ну предполагаю грубо говоря управление стадии пускай будет возведение после нее снос хотя на самом деле это не обязательно сейчас было задавать фильтр я удалю существующие создам общий вид будет переопределено дальше линии настрою все точно так же как у нас с вами было буду использовать штриховку по материалу так как я использовал кирпичную кладку снесенные красного сплошная линия сейчас штриховку настроим синий итак я настроил стадии переопределения графики точно так же как мы с вами уже сделали пару минут назад итак итак как я вам уже говорил я хочу чтобы вот это у меня перегородка поменяла стадию но для этого я сначала выделю все стены зажатой левой клавишей мыши фильтр стены я я все стены переведу в существующие точнее не так в возведение саму стадию проекта я оставлю возведение так как эти стены все возводятся теперь перегородку я ее переведу в значение существующие точнее так вот эту перегородку вот эту вот эту вот эту вот эту и вот эту я переведу значение существующие и вот эту тоже а стенку перейду стадию стадию ой прошу прощения перейду стадия возведения существующие стадия сноса возведения у меня появляется окно о том что помещение уйдет это абсолютно верно потому что на период создания нашего помещения она уйдет дверь превратилась во временную если я дверь перегоню в точно так же существующую стадию сноса возведения дверь автоматом окраситься в красный цвет все проемы дверные мне нужно привести к тому же самому виду что и мои стены то есть я ее должен перегнать существующие тогда и проем отдельно не будет окрашиваться таким образом я могу распределить элементы по стадиям стенку я в существующую перебрасываю тогда они будут соединяться нормально и так далее я думаю логика предельно ясна и никаких проблем у вас не возникнет если вам нравятся мои видео уроки вы знаете что нужно делать всем спасибо скоро увидимся стены что